друзья всем привет 24 апреля это моя клубника вот эта клубника которая уже года наверно три вот видите кусты уже такие большие вот я ее осенью не обрезаю потому что она вот так вот с листьями гораздо лучше зимует вот и сейчас я вам покажу каким образом я ее буду обрезать буду смотреть где у меня растут новые листочки вот они растут вот какой-то листочек сохранился зелененький вот то есть свежая не буду вот это срезать беру и вот так вот срезаю только сухое вот видите здесь детка есть у меня детки сейчас я не знаю вообще другого куста даже вот и вот так вот я их обрезаю вот так вот беру и все вот эти вот свежаю сухие листья по всему 1 метро куста так вот вот получился такой кустик так вот тоже какая-то детка и что я делаю дальше у меня есть такое волшебное средство все вы его конечно уже знаете это наша с вами драгоценная мочевина вот я просто беру мочевину земля еще достаточно влажная не нужно ее поливать дополнительно и вот так вот мочевину вокруг кустика разбрасываю и потом беру и вот так вот рыхлю вокруг кустика все клубника это такая ягода такое растение которое не нужен излишний уход многие очень жалуются что и не могут вырастить клубнику уж они ее и подкармливают уж они ее там и рыхлято что только с ней не делают на самом деле у меня тоже была такая проблема я тоже очень старалась там за ней ухаживала кучу всяких удобрений для нее покупала на самом деле вот кубники чем меньше тем лучше ее обязательно нужно вот обрезать по весне ну или по осени обрезать если у вас не такой суровый климат вот и вот сделать такую элементарную подкормку с мочевиной вот ну летом естественно если совсем сухо нужно ее поливать и нужно ее иногда ручить ну и какие большие собаки нужно конечно выбирать а так вот такой элементарный ход для клубники он абсолютно нормальный и абсолютно достаточный вот так же у меня есть кустики клубники молоденькие это у меня сорт забыла как называется сорт так если я вспомню или найду бирки от этого сорта я вам потом скажу какой это у меня сорт но я их садила в прошлом году первый раз и они мне в первый же год плодоносили вот я даже усы не стала обрывать то есть вот эти вот усы я их все оставлю и они все у меня прирастут я их потом тоже пересажу вот ту старую грядку клубники тоже уже пора скоро будет обновлять вот туда тоже как бы рассажу что буду с ней делать ведь я это же по осени не обрезала то есть вот эти стихии я удаляю и оставляю вот эту серединку которая у меня сейчас начнет активно расти точно так же я мочевиной немножко посыплю и порыхлю все этого ухода достаточно для клубники пишите в комментариях как вы ухаживаете за клубникой большой ли у вас потом урожай получается подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока